привет друзья ну вот я недавно говорил о том что я пригласил несколько известнейших людей за которыми стоят уже конкретно сделанные дела которых все знают пригласил чтобы мы вместе сделали мозговой штурм по механизму метода саморегуляции пробили все штампы стереотипы все психологические барьеры и на этом мозговом штурме значит открыли понимание как улучшить будущее вот по этой вот национальной идее генератор будущего а это моя картина там ангел трубач до этого этого картина моя бывшие бывшие время при могли бы такая за ними там море они стоят на перепутье или в новой точке неопределенности были у них все было все развалилось сейчас неопределенности я еще показывал вот эту книжку одну из своих книг и здесь защита стресса это очень важно чтобы человек научился управлять своим состоянием этот метод и тут написано как сохранить и реализовать себя в современных условиях и здесь задние обложки девочка школьница это я в свое время занимался тем что обучал всех прием вот хочешь летать и лети приемы саморегуляции и три рецензента которые были моими друзьями потом директор института философии академии наук директора института сербского до юрий заброди который занимался в академии психологии академии наук институте психологии ну и потом был ну короче говоря заброди ну что что космические дела все психологи да я почему об этом говорю я вот своим друзьям которых знаю лично и не один год а много лет написал такое прощение давайте мы сделаем мозговой штурм я знаю как это сделать и мы откроем для мир свежую идею которая никогда не было еще и поэтому еще и не была пороганная она совершенно свежая новая и который ни с кем не спорит и всех может соединить да и откроет в человеке самые сильные его стороны человеческие это мы вместе созидаем науку человечности потому что в религиях в искусстве культуре об этом много пишут науки такой нет а если мы ее создадим она будет уже потом и во всех учебниках и критерии этой человечности критерии человечности будут в системе отбора и подготовки кадров на всех уровнях от шахтера я говорил до президента и тогда такого безобразия которое случилось сейчас на всей планете не будет ну конечно это не сразу получится на это тоже нужны год но это свежие идеи и поэтому я предложил давайте сделаем этот мозговой штурм давайте мы соберемся в интернете но 10 человек допустим 10 человек и проведем это для всех все будут смотреть как на интересное событие да которая как свежий воздух да 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 я вот это сделал я это предложил я написал и отдельно потом по телефону позвонил я отдельно потом сказал и посылал там письма им я говорил вы же все говорите о том что хотите чтобы мир улучшился вы же постоянно об этом говорить за вами есть дела на который каждый человек может потом узнав это имя которым я потом скажу просто набрать в интернете и увидеть то действительно вы об этом говорить говорить что вы работаете на это так давайте возьмем и сделаем вот я жду уже две недели а это модель это модель если мои же друзья мои же друзья найдут время за своими личными делами за своим этим эго ну да да дело до пользы мне не поверят и скажут но ты вот говоришь там а у нас более высокие проблемы ну это один вопрос ну ради бога занимайтесь своими делами но это модель она покажет могут ли люди которые постоянно заявляют о том что они думают не только себе что они хотят изменить жизнь к лучшему изменить ситуацию они мужественные решительные они большие люди и все знают ну так я говорю давайте сделаем почему я говорю что это будет модель а если мы это сделаем значит у человечества тоже есть возможность это сделать на более широкой платформе мы на этой платформе на этой маленькой наши сейчас могли бы сделать этот пример а задачу которую бы мы решали на этой платформе на этом мозговом штурме это и было бы задачи как соединить всех в этом мозговом большом штурме и мы бы нашли решение потому что то дело все только в контактах в каждом из нас и в каждом человеке все достаточно есть нам не хватает только контактов потому что сейчас общество расслойно разведено люди разобщение их вообще изолирует изолирует что мы вошли не могли соединяться в лес и расчеловечивают потому что только вместе мы с ним и вот я буду ждать еще десять дней если у нас это получится да если получится тогда мы из этой точки неопределенности из этих всех бывших бывших выйдем на новый уровень качество жизни ну давайте друзья посмотрим найдут ли они время и желание отбросив все другие дела и свою бытность на какой-то момент ну что там стоит полтора часа мозговой штурм ну друзья до встречи